Пока здесь огороженная забором стройплощадка, которая совсем скоро превратится в новый жилой квартал. Проезд, вдоль которого стройными рядами вырастают таунхаусы, еще не оформился в улицу, но о его наименовании уже задумались. Ветераны РФИА Цвнеев и сотрудники ТМФ вышли в городскую думу с инициативой дать проезду имя выдающегося ученого, математика и физика Николая Александровича Дмитриева. Он родился в Москве в 1924 году. И в 15 лет, то есть когда ему было 15 лет, он уже закончил школу и поступил в МГУ. И учась в МГУ он уже начал работать с математиками-профессионалами. Академик Могоров очень имел хорошие виды на него. В 1948 году Николай Александрович приехал в Саров, чтобы применить свои знания и способности в работе над советским атомным проектом. Он работал вместе с Юлием Харитоном, Яковом Зельдовичем и Андреем Сахаровым, внеся огромный вклад в развитие теории ядерного заряда, который сыграл решающую роль в судьбе послевоенного мира. Он действительно и в первой атомной бомбе, и в последующих атомных бомбах, и в первом термоядерном заряде, и в последующих он везде вложил свой труд. Поэтому он является, конечно, основателем наших с точки зрения физики, с точки зрения математики. Труды Николая Дмитриева заложили основу теоретических методов расчетов изделий. Большинство теоретиков и математиков учились на его работах. Лауреат Ленинской, Сталинской и Государственной премий, обладатель Ордена Ленина и двух Орденов Трудового Красного Знамени. Николай Дмитриев, по словам Анатолия Агапова, был человеком невероятно скромным. Всего себя он посвящал науке и работе, не требуя к себе внимания и особого отношения. На самом деле, легенды, рождались идеи, которые он математически записывал. Понимаете, это свойство не каждый человек способен сделать теорию, превратить в математику. Инициативу о присвоении новому проезду в районе улицы Садовой имени математика и физика Николая Дмитриева депутаты рассмотрели на одном из последних заседаний думских комитетов. Предложение поддержали единогласно. И вернуться к его обсуждению уже на ближайшем заседании думы.